Уважаемые коллеги, друзья, мне выпала, так сказать, такая доля представить две свои недавно вышедшие монографии, посвященные в той или иной степени скифам Северного Причерноморья и прилегающих областей. Первая книга «Скифы Северного Причерноморья в VII-IV веках до н.э. Старые проблемы, новые решения». Это книга общего содержания, поскольку последние лет 15, а то и больше, 30 даже, наверное, общего содержания книги по скифской культуре у нас не выходили или они были посвящены каким-либо отдельным сторонам скифской культуры. «Звериный стиль», «Вооружение», «Конская сбруя» и так далее. Но так, чтобы книга общего порядка, где и история скифов, их происхождение, их политическая история и все стороны их жизни освещались в одном томе, этого не было в последнее время. Почему? На мой взгляд, у нас много и специалистов, и в вузовской науке, и в академической, и музейной. Но дело в том, что скифская тематика имеет специфику. Во-первых, огромный материал. Первый курган, можно сказать так, официально раскопанный скифский, относится к 1783 году, генерал-губернатор Новороссии Мельгунов Иван Петрович раскопал так называемый, Мельгуновский, его именем стал называться курган потом, а так это луговой курган, рядом с Кировоградом современным, или Советоградом 18 века. И ему попалось в насыпи могилы в каменном ящике сожжение с вещами 7 века до нашей эры, причем вещи многие происходили с Переднего Востока, там, где скифские всадники в несколько десятилетий грабили города, завоевывали могучее царство и получили богатую добычу. Вот часть этой добычи была в кургане. Эти вещи, включая очень интересный меч в золотых ножнах с фигурами фантастических зверей, были доставлены со временем в Петербург и попали в руки Екатерины Великой, Екатерины Второй, и она, определив их с помощью академиков, академики тогда еще были немецкие в основном, вот, они сказали, что это скифские вещи, и они находятся до сих пор в Эрмитаже, это коллекция из Мальгуновского кургана. Потом, совершенно случайно, в 1830 году, рядом с Керчью при добыче камня из кургана неизвестного, который назывался Куль-Аба, холм Пепла, по-татарски или Зольный холм, и там была найдена каменная гробница, содержащая три скелета, видимо, царь или правитель скифский, его супруга или наложница и слуга. Все они были, значит, и царь, и женщина лежали в саркофагах и были богато украшены изделиями золота, серебра, и стояла там посуда греческая, серебряная, вооружение, и сразу было ясно, что поскольку эта гробница находилась рядом с Керчью, а в Керчи находился, значит, главный центр греческо-боспорского царства, что очень большую роль и влияние на скифов, кочевавших в окрестностях этого пантикопея Керчи, оказывали как раз греческие колонисты. Вот, это открытие, тоже вещи попали в Эрмитаж и составляют гордость коллекции скифского золота в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. После этого императорские, так сказать, круги, и Николай Первый, и далее, так сказать, правители России, они стали отпускать большие средства на раскопки, сначала на юге, на Керченском полуострове и в Крыму, а потом и более широко. И вот можно считать, что с конца XVIII века зародилась скифская археология, и до революции большая часть работ была посвящена как раз богатым скифским курганам. Удалось раскопать несколько сотен курганов, и во многом сокровища, найденные там, те, которые археологи из императорской археологической комиссии получали, они попадали в тот же Эрмитаж. Но раскопки вели и помещики, поскольку много было частных земель, и грабители могил, и просто любители, так сказать, покопаться в древностях, военные, чиновники, владельцы земель, помещики, которые были достаточно образованными людьми, чтобы понимать, что в курганах скрыты сокровища прошлых веков. И таким образом значительная часть находок, она ушла в частные руки, развилась коллекционирование, большой интерес проявляли зарубежные музеи и, значит, коллекционеры. И таким образом мы не можем сказать, что значительная часть скифских сокровищ попала именно в руки, можно сказать, науки, поскольку Эрмитаж был уже достаточно рано открыт не только для элиты российского общества, но и для художников, поэтов, писателей, студентов вузов Санкт-Петербурга и простой публики. Поэтому эти вещи были доступны обозрению достаточно широкого населения. Вот. В чем проблема, да, и до революции почти ни одно поселение скифское не копалось. Весь интерес был сосредоточен на богатых курганах. А богатый курган определялся по высоте курганной насыпи. Вот. После революции, слава богу, сокровища Эрмитажа были национализированы, сохранились, а, значит, пришедшие на смену императорской археологической комиссии круги профессиональных археологов, в основном они находились тогда в Ленинграде, ну и в Москве тоже были, филиал института материальной культуры. И там интерес был обращен уже в пику предыдущим, так сказать, усилиям на упорно-аристократически богатые курганы, на рядовые погребения курганы и, главным образом, на поселения, поскольку до революции поселения не находились и не копались и не изучались. И вот, так сказать, до 50-х годов, даже до 60-х, никаких больших работ не велось. И только, значит, с 50-х годов, когда на Украине, значит, начались большие работы по орошению засушливых степей, выделились огромные деньги, а курганы все скифские находились именно там, то тогда началась широкая, так сказать, кампания по изучению территории, где проводились каналы, строились моря, плотины, водохранилища. Там стали изучать в массовом порядке и курганы всех видов. Тогда и попали опять и богатые курганы. Но это я отвлекся. Значит, скифы – это древние скотоводческие племена, принадлежавшие к европеоидам, никаких монголоидных черт они не имели, и говорившие на одном из диалектов древнеиранского языка, северной группы древнеиранского языка. Впоследствии, когда они исчезли в начале первых веков нашей эры с исторического горизонта, их потомки, сарматы, сохранили, значит, этот язык. А через сарматов, аланов в значительной степени этот язык перешел к современным осетинам. Единственные наследники, можно сказать, скифов – это осетины, у которых сохранилась не только в значительной степени языковая основа древнеиранского языка. У таджиков еще есть фарси, но на них очень арабские и тюркские языки повлияли. Но, тем не менее, это тоже фарси – это в основе древнеиранский язык. Так вот, еще у осетинов сохранился и в виде эпоса нартского сказания о нартах сохранились и многие, так сказать, страницы духовной культуры скифской. Вот, так сказать, исследователи и советские, российские, например, знаменитый Василий Иванович Абаев, вот, и французские исследователи, очень заинтересовался проблемой связи осетинов со скифами, сарматами, француз Дюмизиль. И работы Дюмизиль у нас на русский язык переведены, так что можно, так сказать, ознакомиться. А абаевские труды, они многократно издавались и в академических изданиях, и в научно-популярных. Поэтому было твердо установлено еще до революции и до Абаева, что скифы говорили на диалекте древнеиранского языка, и было установлено родство с осетинами, с осетинским языком. Но это я для, так сказать, общей ориентировки говорю. Самые главные три проблемы скифской цивилизации, скифской культуры, это следующие. Во-первых, происхождение скифов, откуда они произошли, откуда эта культура появилась. То, что она в Северном Причерноморье была пришлой, это ясно. Она появилась там где-то в начале VII века до н.э. А где находилась прародина скифской культуры и скифов? Согласно греческому историку Геродоту, правда, он жил в V веке до н.э. и посвятил скифам целую книгу своего девятитомного издания «История», называлось «В девяти томах». Весь известный ему тогда древний мир был описан, и целая книга, четвертая, была посвящена скифии. Так вот, он написал, у него было несколько вариантов происхождения скифов и скифской культуры, но он доверял главному варианту, как он считал, что скифы жили где-то в Азии, в глубинах Азии, как он пишет, и их стали теснить соседние племена массагетов. Они перешли Аракс, по нашим, так сказать, предположениям, Аракс – это Сырдарья, и постепенно двигались по Евразийской степи, пока не пришли в Северное Причерноморье, где разгромили господствующую группировку так называемых кемерийцев, это тоже были скотоводы, и завоевали и подчинили себе все местные племена. Это фракийцы, потомки славян, балтов, финноугров и так далее. И это все случилось в 7 веке нашей эры. Но у скифов в их религии, в идеологии был один такой момент, который, значит, очень много принес радости коллекционерам и археологам, когда им попадались, так сказать, неграбленные курганы. Но очень много разочарований принес, так сказать, науке, потому что у них в религии была не одна черта, что им надо было, когда человек уходил в мир иной, так сказать, при похоронах обязательно какое-то золото должно присутствовать. Но люди, так сказать, знатные, удачливые воины, они могли, конечно, золотые и серебряные вещи, массивные, так сказать, иметь в своей могиле. А люди среднего достатка и, значит, рядовые общинники и воины, им достаточно было золотой фольгой обернуть деревянный, как железный или какой-нибудь другой костяной предмет. И считалось, что это, так сказать, уже достаточно. Одежда покрывалась тонкими бляшками из золотой фольги, обшивалась. И таким образом при похоронах любой человек, и рядовой, и тем более знатный, выглядели очень, так сказать, эффектно. Так сказать, так называемые золотые люди. Сверкала у них одежда, расшитая золотыми. Но зато это было известно с древних времен у всех соседних племен. Ну, естественно, в Скифе было много племен эскифских. И как только откачевывали, так сказать, родственники похороненного человека, будь то большой курган, будь то маленький, туда немедленно наведывались грабители. Многие даже из них присутствовали при похоронах и прекрасно знали, как устроена гробница, где самые ценные вещи. И таким образом почти все скифские курганы еще в древности грабились. И потом грабились все века, все эпохи. Так вот, это вот проблема номер один происхождения скифов. Геродот пишет о глубинах Азии. Но одно «но», что согласно античной географии и, так сказать, античным авторам, границу между Европой и Азией проходила по Керченскому проливу, Босфор, Кемерийский, это самое, и по реке Дон, Танес античной. А это на 1500 километров, гораздо, это самое, западнее, чем настоящая граница, же мы сами знаем, проходит. Там где-то не то в Тувене, то на Урале где-то стоит столб, если как пуп земли, Азия начинается там. Вот, поэтому Европа у нас от Балтики до Урала, восточная Европа. И сразу возникли споры в научных кругах, где находилась прародина скифов. И только сейчас, когда в Туве, на Южном Урале, в Казахстане, буквально вот в последние несколько десятилетий были найдены курганы, типа «Аржан-1» с находками, где все основные черты скифской культуры, это вооружение, конское сбруи и изделия в зверином стиле, были представлены еще в кургане «Аржан-1» 9-8 веков до нашей эры. То есть намного раньше, чем скифы пришли в Северное Причерноморье. Потом в Казахстане нашли такие же ранние вещи, вот особенно металлические в золоте. И сейчас почти, сказать, большая часть скифологов, она признала, что прародина скифов находилась в Центральной Азии теперешней. Это Тува, Восточный Казахстан, Алтай. И вот оттуда они где-то в начале 7 века до нашей эры двинулись на запад. Вот оттеснили ли их соперничащие другие племена родственные, скотоводческие? Ведь у них все время шла борьба за пастбище. А если климат менялся, или более сильные соседи отнимали самые богатые пастбище с водопоями, с прекрасными, там, сказать, это самое, охотничьими угодьями, то приходилось более слабому плену отступать. Вот скифы, проиграв, как пишет Геродот Мессагетом, пошли на запад по степи и дошли до Дона, его перешли, забоевали Северное Причерноморье, и там обосновались на 4 века. Сказать, что мы сейчас имеем со скифской археологией? Она развивалась ранее успешно. Я сказал, что еще в царское время была императорская археологическая комиссия в Санкт-Петербурге, которая выдавала разрешение на раскопки, финансировала частично и забирала лучшие находки в Эрмитаж. Но, значит, после революции тоже, так сказать, вот были археологические учреждения академические, музеи наши крупные копали, и Эрмитаж, и Московский государственный гимн, музей на Красной площади. Вот. И, соответственно, материалов находилось много. Раскопаны тысячи курганов, городища стали копать, поселения. Но, к сожалению, вопрос о том, как объяснить происхождение скифов, откуда они пришли, решился совсем недавно. Вот, когда сделаны были находки в Туве, в Казахстане Восточном, и теперь совершенно ясно, откуда пришли скифы, и они принесли с собой основы своей культуры скифской, а дальше начались влияния и греческие, и ближневосточные, и европейские, и фракийские, это самое, племена влияли. И, соответственно, стала культура трансформироваться, видоизменяться. Но в основе лежала вот культура центрально-азиатская. Теперь второй вопрос. Какого уровня достигли скифы? Было ли у них государство? Споры идут до сих пор. Одни считают, что... Это сейчас уже от этого отошли. В советские времена, в ранние считалось, что у скифов была, так сказать, типа союза племен, так сказать, организация. Государства не было. Потом появилась идея о том, что только в конце 5-го, 4-го веке до нашей эры, когда в письменных источниках античных возникла фигура царя Атея, главного скифского царя, который вступил в борьбу с Филиппом Македонским. Это отец Александра Македонского. И борьба шла у них за Фракию, где было много рудников, золота, серебра и искусственные ремесленники. И Филипп организовал свою армию по, сказать, новейшим греческим образцам. И в результате многочисленная храбрая эскепская конница во главе с Атеем потерпела сокрушительное поражение. И Атей сам погиб. На поле боя пал. Ему было там по одним источникам 80 с чем-то лет, а по другим за 90. Вот. Поэтому, вот, так сказать, путь на Запад был перекрыт, растущий Македонией. А на Востоке стали постепенно возникать эти самые сильные сармадские племена, объединения на Южном Урале, по Волжье, Степном. И уже к Дону бы они подходили. И поэтому говорить о том, если было государство у скифов, то когда оно появилось? Вот выдающиеся два археолога-историка. Это российский археолог, русский археолог Михаил Иванович Ростовцев до революции еще высказал идею, что государство появилось в 7 веке до нашей эры, в 7-6, когда скифы пришли в Северное Причерноморье и потом на Передний Восток, завоевав все эти страны, Ближневосточные, теперешний Иран, так сказать, Сирию, до Египта они доходили, в Финикию. И другой, это наш русский тоже археолог, Алексей Иванович Тереношкин, но его после войны Великой Отечественной послали в Киев возрождать скифскую археологию, которой там, в общем-то, не было у них такого центра по скифовидению. Хотя, надо сказать, что основные-то памятники скифские находятся на территории современной суверенной Украины. Вот он организовал там отдел скиф сарматский, воспитал несколько поколений ученых, сам он умер в начале 80-х. Но вот без него не было бы школы украинской скифовидения. И они, когда начались эти широкие работы по орошению украинских степей, они вот как раз сделали огромные открытия, находки и появился центр скифской археологии важный. До этого было два центра. Один старый в Петербурге и Ленинграде, а потом, после, значит, уже революции, особенно в конце 30-х, 40-е, 50-е годы возник в Москве в главе с профессором Борисом Николаевичем Граковым. Он был в МГУ преподавал, но несколько лет, был глава сектора скифсармазской археологии в Институте археологии, тогда он ИИМК назывался, Институт истории материальной культуры. Соответственно, вот эти три центра, они то один играл важную роль, то другой. Вот. И после 91-го года, после того, как появились на карте самостоятельные бывшие союзные республики в государство, большая часть европейских скифов, которые занимали территорию от Дуная до Дона, вот, осталась на территории суверенной Украины. А у нас европейские скифы в России есть по Среднему и Нижнему Дону и в Краснодарском и Ставропольском краях, но там ранее только период, 7-6 века. А вот расцветские скифы и 5-4 века до нашей эры есть только на территории Среднего и Нижнего Дона. Это, если брать административное деление России современной, это Воронежская, Белгородская и Ростовская. Воронежская область и частично Липецкая. Таким образом, чтобы изучать проблемы скифской археологии, приходится российским археологам, естественно, на Украину нам доступа нет сейчас уже, хотя я все молодые годы провел как раз с профессором Граковым на территории Украины, где мы копали, и самое крупное городище скифское на лесостепе, это Бельское городище под Полтавой, и курганы копали, и грунтовые могильники, и значит, это было вполне доступно и достойно, нам, так сказать, из Москвы можно было ездить, из Ленинграда и так далее, копать на той же Украине. Но сейчас и на Украине копать особенно ученым не на что, они в основном или с зарубежными там, с кругами связываются у них совместные спицы, или же они изучают вот огромные материалы, которые были накопаны в 60-е, в 90-е годы. Вот, и поэтому у нас основная археология, связанная со скифами, экспедиции, так сказать, до сих пор мы организуем. Вот, я начинал работы как скифолог на Украине с профессором Граковым, но очень рано, с 61-го года я попал впервые на Средний Дон, Воронежскую область, там работала экспедиция нашего института археологии во главе с Петром Дмитриевичем Либеровым, тогда заместителем директора института. И так на меня, надо сказать, произвела впечатление местная природа и местная скифские памятники, что я вот с тех пор с небольшими перерывами посвятил себя, сначала был лаборантом в экспедиции Либерова, потом младшим научным сотрудником, начальником отряда, а потом меня зарубежную археологию, так сказать, отвлекли на какое-то время. И с 89-го года я организовал вновь экспедицию, увидев, что памятники скифские гибнут, на распахивных полях черноземных, кургана гибнут, организовал Донскую археологическую экспедицию Института археологии Российской Академии Наук, которая до сих пор работает, которая добилась известных успехов, раскопав два могильника больших скифского времени, там, свыше 80 курганов, и несколько городич. Это я все веду в разговор к тому, что проблем много, сейчас копать средств государство не дает, мы только в фондах, если гранты добываем на раскопке, поэтому полевые исследования ведутся в ограниченных масштабах, и только обладая большим опытом, знаниями, и, сказать, копая правильно выбирая не там курган один взять большой, вот, там, думая о том, что тут-то как раз больше всего и находок, или могильник брать, вот, у меня система такая, что я, если могильник скифский начинаю копать, они обычно состоят даже сильно сейчас распаханных, нивелированных курганов, где-то 30-40 всегда курганов в скифском могильнике, на высоких местах они на водоразделах, на берегах рек правых крутых, вот, то я всегда копаю могильник до конца, и тогда в одном кургане ничего нет, он ограблен, в другом какой-нибудь бедный там, сказать, общинник лежал, у него там находки горшок, битый железный ножичек, несколько стрелок, а в третьем кургане даже грабленном попадается уникальная вещь, которая обогащает и музейные фонды, и науку, так вот, сейчас мы копаем курганный могильник, который называется романтический девица 5, среди римской цифры 5, там таких 4 группы, поэтому, до этого было найдено, поэтому вот мы копаем пятую, назван так по селу девица Острогорского района Воронежской области, который находится недалеко это село, и земли угодья принадлежат этому селу, и поэтому мы копаем вот как раз на землях девицы села, и могильник девица 5, мы заканчиваем, видимых курганов осталось 2 на поверхности, потому что многие курганы снивелированы от распашки многолетняя тяжелыми тракторами, и соответственно у нас мало что остается, вот, эта книга «Скифы Северной Причерноморья», здесь все о скифах, всеобщие сведения, но глава третья посвящена как раз Среднему Дону, и там раскопки, сказать, и предшественников, которые на Среднем Дону работали, и наша экспедиция, поэтому вот тут прекрасная иллюстрация, это наши предшественники, значит, наши предшественники, значит, там и дореволюционные, и вот Петр Мечлиберов прекрасный портрет, и находки, в основном тут мы золото даем, вот греческий сосуд найденный нами, деревянный был чашечка обложенная золотыми листами из тонкой фольги, то есть пользоваться при жизни ей было нельзя, а покойницы вот положили, золотые перстни изразмерные у них они не с конца у них не сходятся, ожерелья из золотых пляшек на кожаной основе, где кабань не головы, бусы, ожерелья из бус пастовых и стеклянных, зеркало с большой примесью серебра, вот и так далее, ну вот соответственно, да, и вот такие находки даже полуограмм на кургане, медь золотой рукояткой обложенной, вот, это небольшая часть того, что наша экспедиция нашла, и несмотря на то, что большинство курганов ограблено было, повезло дважды, вот, в одном случае, значит, впускная была могила, где пожилая женщина, видимо, очень знатная, была похоронена и с ней родственник помоложе, ей было под 60, ему лет 35, 39, говорю, пожилая женщина под 60, потому что в скифское время женщины доживали в среднем до 33-35 лет, в силу разных причин, и поэтому в 60 лет, это надо быть, так сказать, очень выносливой жизнестойкой женщиной, но у нее было костенение позвоночника, и в одной челюсти верхней в виде инфекции какой-то, так сказать, выпали все зубы, ни одного зуба, поэтому она ходить не могла, ее должны были носить и питаться она должна была кашкой, молочком, там, всякими такими вещами, которые это самое, ей были по зубам, тогда стоматологов не было, к сожалению, вот, и вот у нее как раз я показал тут часть вещей, и серебряный греческий сосуд, и золотые перстни, и серьги были с фигурами пантер, золотые, с прекрасного золота, 950-е пробы, вот, и вся одежда была расшита золотыми бляшками, и второй раз нам повезло в 19-м году, вот два года назад, когда в кургане на девице 5, большая могила была громадная, больше 20 квадратных метров, и грабители древние залезли с северной длинной стороны, и когда уже крыша рухнула, а всегда над могилой ставилась на столбах крыша из дубовых плах, или из других пород деревьев, но на среднем дону всегда в основном древесина была дуб, дубовые рощи, напомню, что Петр I свой флот при походе на Азов строил в Воронеже и Острогорске, там где как раз дубовые кругом леса были, так и здесь дуб преобладал, на дубовых почных столбах стояла дубовая крыша из дубовых плах, и вот она видимо прошло какое-то количество лет, пока грабители залезли, и крыша уже рухнула и завалила все, они опустошили северную часть гробницы, дело в том, что там лежало четыре скелета, как считается все они были женскими, вот два скелета они северной половины гробницы разбросали, значит два скелета в южной половине и в западной они лежали как мы говорим инситу, то есть нетронутыми, как их похоронили, так они и лежали, и вот у этих двух сказать женщин одна тоже мне везет на пожилых под 50 правда было лет и у нее на голове был головной убор парадный очень богатый головной убор который по греческой терминологии назывался калаф из золотых пластин с растительным орнаментом похож он был на наш древнерусский кокошник и вот значит на кожаную или войлочную основу нашивались золотые пластины и значит все это одевалось на голову скажите женщине одни исследователи считают что это только на похоронах одевались другие считают что это свадебный головной убор третьи считают что это вообще у богатых женщин вот они так сказать иногда красовались в таких головных уборах но тем не менее вот этот сохранился калаф сейчас мы его привели в порядок почистили в курчатском институте анализы были сделаны на примеси и сказать отсняли его на все виды пленки и таким образом зарисовали и таким образом сейчас этот прекрасный головной убор первый найденный на среднем доноскифских курганов и первый найден вот во время современной России потому что до революции находили такие наши археологи из императорской комиссии вот на территории Украины чертом лык еще там курганы были сейчас много нашли в разоренном правда виде украинские археологи в 60-е 80-е годы части этих уборов есть и несколько целых поэтому у нас это первая находка и вот я счастлив что могу украсить музей таким прекрасным такой прекрасной вещью потому что 4 таких калафа есть в Эрмитаже золотой клотовой в других музеях России нет теперь со скифами и прочими так сказать общими проблемами скифологией я вам показывал эту книгу вот она на ярмарке будет продаваться кроме того у нас есть я ранее издал эту книгу в виде диска сиди диска и поэтому полностью копия этой книги и поэтому легче так сказать по диску и скачать что-то и все и третья проблема нерешенная я забыл сказать тут она тоже освещается до сих пор не можем решить это проблема гибели скифии на рубеже 4-го 3-го веков до нашей эры она гибнет считают что это сармадские орды перешли до Танес и разгромили скифию но вот один так сказать есть парадокс что первые сармадские курганы и сармадские поселения появились в северном причерноморье лишь во втором веке до нашей эры а скифия погибла на рубеже 4-го 3-го веков до нашей эры какие-то кусочки ее было или это самое так сказать роскоши и царства царственности остались в Крыму было царство скифское позднее в низовье Днепра и в Добрудже это на Дунае малая скифия кто разгромил скифию значит сармат или тогда где их памятники 3-го века хотя бы вот но мы знаем дальше из письменных источников по археологическим данным что в 3-м веке нашей эры готы германское племя пришло так сказать в северное Причерноморье и вплоть до Крыма завоевало Крым и скифов так сказать сильно это самое извело а потом через век гунское нашествие великое переселение народов и те остатки скифов которые были внизу в Днепре Крыму это орда их ключила гигантская и они все двинулись на запад где дошли до Италии пока не потерпели поражение на Северной Италии на каталанских поляк и тогда гунская держава распалась и все но скифы после 3-го 4-го веков нашей эры уже нигде не упоминаются они исчезли как этнос поэтому я тут сразу хочу сказать что когда у нас иногда там в интернете появляется в социальных сетях что мы славяне русские потомки скифов это неправда во первых у нас разноязыковые группы у нас славяно-германская группа значит и славянские языки не имеют никакого отношения к древнеиранским совсем это раз и во вторых они не могли в прямую так сказать вступить в контакт потому что славяне появляются в письменных источниках и где-то на Дунае они появляются в пятом и шестом веках нашей эры то есть когда уже скифов как таковых не было на историческом горизонте вот поэтому откладываем эту книгу вот наш институт ее продает вот а переходим к этой культ медведеву населения восточной Европы в скифскую эпоху дело в чем что книги создаются и пишутся разными путями эту я создавал в большей части для людей начинающих в скифологии особенно для студентов историков археологов потому что столько знаний нужно иметь самых разных если будешь заниматься скифской археологией что лучше прочитать общую книгу получить общие сведения а потом уже специализироваться на какой-то там другой стезе потом работая много лет много десятилетий на среднем дону и в виде дубовые леса остатки до сих пор они большие и много желудей то стал читать литературу должны же быть не только кабаны и олени но и медведи это любимая пища медведей желуди и я значит это в литературе вычитал что медведи водились в окрестностях Воронежа еще Воронежа когда он уже был большим губернским центром еще в конце 18 века и часто нападали там когда они были там не охвачены пищей значит на почтовые тройки которые везли там почтовые это самое всякие вещи при въезде в Воронеж там засады устраивали и гоняли там это самое стреляя из ружей зажигая факелы и так далее это в книгах написано что еще в конце 18 века нападения медведей были случались в окрестностях Воронежа и сейчас нет медведей по крайней мере вот не встречали мы за столько но то что они были на территории Воронежской области в древности мы знаем и кости медведей встречаются на поселениях в слоях культурных с бытовых отходах и в одном кургане мы нашли отрубленную переднюю часть морды медведя вот а мы из этнографии знаем что значит у многих малых народов Сибири и Дальнего Востока был культ медведя и как раз или снимали с головы медведя отрубая тоже переднюю часть с зубами с клыками или же всю голову отрубали и она играла огромную роль в каких-то культах связанных с медвежьим праздником и с почитанием медведя и соответственно вот эти все вещи плюс мы стали в курганах находить это воинское снаряжение это или пряжка или протупейный крючок вот здесь у него рабочая часть голова орла или грифон орля ноголового как раз за кольцо цеплялся или на протупе или на поясе и значит это рабочая часть а здесь очень часто изображался медведь вот причем здесь он такой добродушный но на самом деле в лесах их было много и людям они могли доставлять немало хлопот но явно что местные скифы почитали ну во-первых конный скиф с полным колчаном стрел с копьями с ножами боевыми они уже легко более-менее не могли когда целая так сказать группа была справиться с медведями а вот более ранние времена в эпоху бронзы в эпоху неолита так сказать выйти на медведя там с копьем с бронзовым или с каменным наконечником это был почти верная гибель была вот и я постепенно заинтересовался этими крючками с медведями и еще в конце 60-х годов написал статью так сказать заморфные крючки с киевского периода на среднем дону и думал что ну написал и написал там было 5 или 4 крючка а потом они стали попадаться все чаще в курганах и плюс значит я заинтересовался стал собирать по всей скифе где можно было и стал собирать не только крючки такие но и бляхи с изображением медведя похожие и золоте из медведей появились и постепенно у меня накапливался материал я вернулся к нему уже где-то в 12-м году в 2012 и вот к недавнему времени после двух-трех статей написал значит книгу которая пользуется успехом почему и у широкой публики и особенно у моих коллег которые в Сибири на Урале и в Поволжье потому что там культ медведей до недавних времен и вот я так сказать уже в Новосибирск своим коллегам послал несколько штук и сейчас должен ко мне прийти наш Сережа Кузьминых который связан с Поволжьем и другими местами сказать где археологи значит у нас же нет теперь службы такой налаженной этой самой как была научная литература распространять вот я ему пошлю еще всем коллегам несколько экземпляров вот книга посвящена культу медведя начиная там с неандертальца это было в Швейцарии в Австрии в Южной Германии там неандертальец на пещерную медведя охотился он был вегетарианец этот медведь он почти целиком питался значит растительной пищей но им нужно было не только сказать это хоть с трудом но убить его своими первобытными орудиями им пещеры были нужны для того чтобы в этот ледниковый период похолодания там устроиться и жить а чтобы там поселиться надо было выгнать этого медведя поэтому они устраивали целые охоты и учитывая что после ледникового так сказать периода наступил голоцен леса были медведь появился уже бурый где-то тысяч 15 лет назад и соответственно с медведями люди встречались и культ медведя существовал вот с тех времен далеких далеких а у многих наших охотничьих рыболовческих народов Сибири Дальнего Востока и Урала Северного сохранился до 20 века медвежий праздник иногда праздновался даже в 20 веке хотя и сильно и в изведенном виде вот это все вместе взятые труды наших этнографов археологов которые работают там значит далеко в северных областях и в тайге заставили меня так сказать прийти к такому выводу а раньше считалось что у скифов там где немножко медведей встречаются в том числе на Среднем Дону они заимствованы как раз из уральских и сибирских лесов у племен и только так сами они не могли и медведи вроде бы там у скифов не могло там бегать ну главное скифи и же степь в основном ну вот и когда я это самое решил ну не может так быть это самое стал искать по чуланам по углам и музейным и литературным то он собрал значит и в степной скифи в самых элитных курганах изображения медведей и в лесостепной особенно не только на Среднем Дону но и там Донецкая область Луганская и так далее и у меня получился очень хороший материал о культе медведей у скифов а у тех северных народов так сказать он продолжался с древнейших времен до я сказал почти до 20 века и на здоровье материалы этих самых этнографических работ они очень помогли в объяснении многих вещей скифской археологии вот поэтому прошу любить и жаловать не только специалистам наверное интересно будет но и широкой публике тем более у нас и значит Единая Россия взяла себе как логотип и значит часто сравнивают Россию с медведем а наш президент говорит что медведь не отдаст никакого кусочка тайги так сказать кто полезет тому зубы поубиваем вот поэтому я думаю что сказать учитывая да только не нужно думать что это безобидная такая как вот Маша и медведь это очень опасный зверь он питается во многом растительной пищей но когда ее не хватает он становится плотоядным или когда он берлогу жира не накопит там тоже вылезает становится в цирке дрессировщики говорят это говорят охотники и были периоды в 60-х годах когда они урожаи были ягод грибов там всяких корешков и желудей и они сбивались в Атаги это Сибирь особенно Тува Сибирь и шли и там где там стояли хутора деревни они сначала там скот это самый собак всех уничтожали а если попадался человек около 20 человек погибло в 20-е годы тогда дали разрешение расстреливать их и 10 или 15 тысяч было за один сезон медведей убиты поэтому относитесь с уважением к медведям медведь это зверь так сказать такой сложный и если его не трогать и не раздражать если хватает растительной пищи то все хорошо не надо подходить в зоопарке к нему там это совать шоколадку или что-то сквозь решетку он может тяпнуть поэтому любите медведя но на расстоянии м